МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа «Правда жизни». В нашей студии протерей Дмитрий Смирнов. Здравствуйте! 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 У нас есть сюжет. Давайте посмотрим, что говорят люди на улице. В последнее время все чаще произносятся слова о важности семейных ценностей для общества и страны. Мы вышли в один из московских парков, чтобы узнать, как жители столицы относятся к семейным устоям и что делают для того, чтобы правильно воспитать своих детей. Подавляющее большинство опрошенных считает, что главное в семье – это любовь. Без любви вообще не будет семьи, на самом деле. Это будет только так, вывеска. Голова в семье – это либо домострой, либо комплекс внижения. Семья – это семья. Я так считаю, что оба супруга должны быть. Почему? Потому что воспитание детей – это обязательно. Это касается обоих. Я считаю, что выступать надо обязательно. Не надо копить обиду, если даже ты не согласен с тем, что тебе предлагаются. Надо обязательно разговаривать, надо решать и не накапливать чего-то. Потом не выплеснулось. Совсем негатив. Раньше, может, и был муж хозяин, там, посмотришь по фильмам по старым, а сейчас, я скажу, уже нет. Ну, как может быть? Одна голова в семье. Семья – это шумбеку, формальные ячейки. Семья – это навсегда. Вот кто прилагает больше всего усилий, наверное, чтобы любовь, вот это согласие было в доме. Кто-то и хозяин, потому что другой подтянется просто, если любовь есть. Сегодня мы поговорим о мужчинах. Муж – сему голова. Батюшка, объясните, пожалуйста, а как сегодня нам понимать повиновение мужу? И как нам сегодня ему повиноваться? – Мужчина призван Богом для определенных вещей. Именно как ответственный человек, строитель своей семьи. А жена – как ему помощник. Уже в христианский период семья была по зануслу Иисуса Христа, Сына Божия, она должна была строиться как домашняя церковь, где каждый отец – это как священник своего, своей маленькой домашней церкви. Жена – это как диакон. Во всем ему помощник диакония – это служение. А дети – это вот тот народ Божий, который дает этим двум людям, священнику, диакону, которых они должны привести ко Христу. Цель христианской семьи – это чтобы дети стали христианами. Вот главная задача. Таких семей вообще мало. – В нашей жизни мужчина остается сильным полом, как вы считаете? – Ну как, по замыслу Божию – да. А практически мы очень часто встречаемся с мужчинами. Ну, я могу вам продемонстрировать. Я вот сниму рясу, пойдем вниз, спустимся на остановке, я буду к вам приставать. И ни один мужчина не встанет на вашу защиту. Ни один. Это говорит о том, что мужчина нынешний, конечно, обмельчал. – Есть вина женщины в этом? Как вы считаете? – Тут вина наша общечеловеческая. И она началась как бы из древля. Тут несколько поколений. Мы разрушили семью вообще. Но ведь так Бог создал человека по своему образу. Сам Бог – это троица. Отец и Сын, и Святый Дух. И человек – это тоже троица, но сотворенно. Три ипостаси. Мужчина, женщина и дитя. Конечно, мы можем говорить о равноправии перед законом. Но и то, у каждой ипостаси свои права. Например, женщине не дают тюрьму строгого режима. Женщине не дают пожизненно. А ребенку только с 14 лет тюрьма. Но ведь нет равноправия перед законом. А так равенство, конечно, мужчина штангу может больше поднять, чем женщина. А слова из Евангелия – и будут оба в плоти едины. Расскажите нам об этом. Да, потому что вся семья становится единым организмом, где каждый несет свои функции. И тогда не будет спора, как не бывает спора у мизинца и большого пальца. Даже если нам надо что-то на фортепианах сыграть, каждый палец несет свою функцию. У ноги не может быть спора с глазом, каких-то противоречий. Глаз смотрит, нога идет, мозг отдает команду. Все в гармонии. Так и в семье. Это единый организм. Некоторые советские люди говорят, что мужей у тебя будет много, мать у тебя одна. Это ложное утверждение. Мать – это дальняя родственница второй степени. А муж – это продолжение меня с моим. Муж – жена – одна плоть. Это одно существо, один организм. У них все должно быть едино. И единый бюджет, и совместные дети, и одно дело, и так далее, и так далее. Муж – что, хоть и сказать, ты даже одно мнение на двоих? Во всем. Во всем должно быть, как вот в начале перестройки, было любимое слово «коносенсус», если кто любит латынь. А если она имеет другое мнение, отлично от своего мужа? Хоть имеет другое мнение. Я все ждал, когда вы скажете золотые слова. Вот здесь и вступает слово «головы семьи». У него может мнение, это мнение может обсуждаться, это мнение может быть правильное. Но если муж считает, что это не так, споров не должно быть. Потому что спор, он разлагает семью, он разлагает счастье. Лучше уступить, принять неправильное мнение. Потом тот, кто ответственно принимает решение, может его изменить. И это бывает. Без ошибок невозможно. Даже на таком уровне, как государственное строительство. И в семейной жизни, особенно молодые. Ей 18, ему 21. Ну, по-моему, сплошные ошибки. Особенно в воспитании детей. А потом потихонечку их все меньше, меньше, меньше. А потом вообще отлаживается, как хороший оркестр. Все. Вот тогда еще скажите. Да боится жена мужа своего. Вот лично мне эта фраза непонятна. Что значит боится? Очень легко. Сказано в Писании. Начало премудрости – страх Божий. Некакой религии и вообще религиозной жизни без страха Божия невозможно. Первый постулат. Второй постулат – это жена повинуется мужу, как Господу. Это второй постулат. А третий – жена добоится мужа. Это все ступени одного пути. Теперь что такое страх Божий? Это страх не как перед милицией, не перед бандитом, не перед цунами. Это страх обидеть любимейшее существо, ради которого ты живешь. Поэтому жена добоится мужа, она должна к мужу так относиться, чтобы ничем его, своего любимого, не огорчить. И он тогда, как существо более грубое, он этим сам умягчает свой нрав. Иногда просто звероподобный. Жена строит атмосферу любви, теплоты, изящества, красивых отношений и вообще красоты. Женщина, она же гораздо красивее – мужчина. Женщина всегда считалась венец творения. Та красота, которая ведет к спасению мира. Здесь очень много такого заложено Богом. Мужчины тоже встречаются красивые, но у них другая красота. Мы мужчину больше ценим по красоте его ума, поступков. Это называется благородство. Поэтому это не страх ужаса, это совсем другое. Это сродни страху Божию. Давайте спросим у наших зрителей, как у них в семье строятся отношения. У боится жена мужа? Может быть, кто-то уже живет вплоть едино. Кто на каком пути? Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте. Очень интересно вас слушать. В принципе, жизненный опыт у меня есть. Но все равно есть вещи, которые я, в общем-то, наверное, и не знала. Хочу начать с того, что в детстве, на самом деле, меня никто не учил, как нужно создавать семью. То есть, все было методом проб и ошибок. И не всегда все получалось. И, в общем-то, кончилось тем, что семья распалась. Я вот, слушая вас, поняла, что женщина должна быть смиренной. Что значит должна? Ведь мы подчиняемся воле Божией абсолютно добровольно, а не потому, что мы должны. Потому что мы это выбираем, потому что это лучше. Потому что мы хотим быть счастливы на земле и достигнуть вечной жизни с Богом. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Все же согласны. Все согласны. Также семейная жизнь требует. Наша задача церкви, потому что больше некому, вновь и вновь научить. Но мы можем научить тех, кто хочет учиться. Мы-то с вами друг друга поймем. Мы прожили одинаковую жизнь. Но нам-то что, замуж выходить? Это уже как-то несерьезно. Мы же не Алла Пугачева, понимаешь? У нас более интересные задачи. Здравствуйте, отец Дмитрий. Меня Ксения зовут. У меня пока личного опыта нет. Нет, но я наблюдаю на опыте своих знакомых, что зачастую мужчины и не стремятся брать роль лидера, главы семьи, а отдают с удовольствием это женщине. Вот вследствие чего хочу спросить. Зачастую эти мужчины вышли из неполных семей, где мама была и папой, и мамой. И дедушка, и бабушка. Да. И хочу спросить, как маме, если она вынуждена воспитывать ребенка, мальчика самостоятельно, как правильно воспитать, чтобы он вырос настоящим мужчиной? Ну вот скажу для вас, пока у вас нет детей. Прежде всего, выходить замуж за мужчину, который вас не бросит. За женоподобного мужчину выходить, это очень... Во-первых, это обречено. Воспитанный один, он эгоист. Воспитанный правильно ребенок, по моим наблюдениям, опять же, только с пятого ребенка начинается правильно семейное воспитание внутри семьи. Тогда роли более-менее распределяются. Если трое детей, этого еще недостаточно. Потому что не хватает навыка ухода за младшими. А вот все-таки, если маме пришлось воспитывать самостоятельно сына, что ему нужно прививать? Как нужно правильно его воспитывать? Приходит женщина, там, с 70 лет, и говорит, мой ребенок... Я говорю, а сколько ребеночку? 48. И так они говорят, он у меня до последнего дня будет ребенком. Почему? Потому что он один. Если бы она родилась семь, она бы никогда здорового 48-летнего мужика не назвала бы ребенком. Он так себя ощущает, как ребенок. И он ищет жену, такую, как вторую маму. Ну, только с которой еще можно жить, как женщина. Поэтому ему от нее надо, что? Если она работает и много зарабатывает, хорошо. Если она красиво выглядит, хорошо. Еще бы, чтобы она не старилась. Потому что ее потом менять придется. Чтобы она была красива, чтобы я с ней жил, чтобы ее сладко было целовать. Чтобы друзья завидовали, что он у меня такая красавица. Чтоб ничего не просила. Чтоб все сама и еще мне. Мамочка расшибалась в лепешку. Для того, чтобы вырастить человека, не способного к жизни. Не к семейной, не к социальной. А такого бедного, несчастного эгоиста. Более того, человека, который сделает несчастным любую женщину. Первым делом, если она осталась одна, нужно ежедневно, минут по 15, стоя на коленях, просить Бога, чтобы послал мужа. То есть без мужа это невозможно делать? Нет, возможно. Но это гораздо труднее. Но потом, существуют, слава богу, всякие учебные заведения, где много мужчин. Существует очень важное дело спортивные секции. Настоящий тренер, он может для мальчика заметить отца. Где он увидит настоящие мужские отношения. Он может ему чего-то научить. Вот это. То есть приходится искать каких-то суррогатов. Иногда дедушка, если он нормальный, то тоже он может сыграть какую-то роль. Спасибо. А вот девушка подняла вопрос, что сейчас современные мужчины и не хотят на себя брать ответственность за этих женщин. Да что хотят? Они не могут. Ну почему не могут? Не хотят. Очень удобно. Очень выбор большой. У этих женщин разных много. Да понимаете, если мужчина настоящий, он никогда не отдаст свою ответственность. Понимаете, вот мальчик, вот ему три года, он говорит, я сам, я сам. Нужно долго его перевоспитывать, чтобы до пяти лет его с ложки кормили, там его укутали, чтобы на физкультуру ему справку писали, что он не способен. Нужно очень много проявить антивоспитания, чтобы вырасти из него бабу. Все-таки женщина выбирает не только себе мужа, но и отца будущим детям. Смотреть всегда с прицелом вперед совсем. Ну наши девушки просто могут, допустим, этого не знать. Или они делают на этом акцент. А мы для них и рассказываем. Я же не говорю матронам, которым по 70 лет, как им строить семейную жизнь. Я говорю только для девушек. Мне только их жалко. А больше никого. Вообще-то в отношениях обычно доминирует тот, кто способен доминировать. Например, если муж гораздо опытней, наконец просто по натуре своей лидер, а жена наоборот, человек мягкий, склонный к подчинению. С этими семьями все вроде более-менее понятно. У них обычно не возникает вопросов о лидерстве. Но что делать с теми семьями, где так не сложилось? Где муж и жена мало отличаются друг от друга по своим внутренним качествам, социальному статусу. А может быть даже жена от природы больший лидер. Как здесь строить отношения? Женщина идет в СПА-салон. Она там лидер. Перед ней там бегают, хотите это, хотите это. А дома какой ты лидер? Ты муж, не жена. Это все остается за порогом. Все эти какие-то глупые привычки. Вот. Тогда семья будет хорошая и счастливая. Поэтому жена может быть лидером сколько угодно. Но опять, если, ну ты лидер на здоровье, ничего в этом плохого нет. И есть женщина в русских селениях, которая не только коня, так сказать, на ходу остановит. Вот у меня мама была. Она могла локомотив в узел завязать. А конь там остановить коня, там горящая изба. Она ее кулаком бы разнесла, эту горящую избу. Ничего такого страшного, так сказать, удивительного. Русская женщина, вообще сейчас на русской женщине все наше государство держится. Убери русскую женщину и все, не будет. Ни народа, ни государства. Все на ней, на бедной. Потому что у нас самое большое количество алкоголиков, самое большое количество наркоманов, самое большое количество разводов, самое большое количество неплательщиков, алиментов. И у нас все на женщинах держится. Все. Поэтому лидер и лидер. Но она должна думать и о детях. Она должна детей, если их хочет нормальных, она должна воспитывать в уважении к отцу. Как папа скажет. Давай спросим у папы. И так далее. Нужно его все время включать. Не отстранять, а наоборот все время включать в домашнюю жизнь. Все время поддерживать его авторитет. И так далее. А как поступать, если муж бездельник, лежит дома только на диване, превращается в такое непонятное создание, пришел с работы, зарабатывает немного, что она своих детей стоит голодными? Да она на три работы устроится и прокормит своих детей. А при этом он ее муж... В нашей стране никто не голодает. Поэтому это все глупое болтовнение. Но она вынуждена берет на себя эту функцию. Сейчас силком никого замуж не выдают. А выходила она замуж за принца. Ей-то казалось, что он самый лучший. А мне показалось, извините, когда кажется, надо креститься. Выбирать тщательно. И всякое наваждение. Не тщательно. Это тщательно мы невесту выбираем. А мужа тщательнейшим образом. Потому что выбор невест гораздо шире. Из сотни на 60 можно жениться смело. А чтобы выбрать мужа, можно сотню переглядеть. И вот один на сотню найдется. Замуж выходить в 40 раз тяжелее, чем жениться. Отец Дмитрий говорит о том, что надо выбирать, надо ждать, когда на тебя посмотрят. Ну, это я не о себе конкретно говорю. Да? Вот у меня есть дочь. Она не замужем. Но в то же время вы говорите, что у нас 4 миллиона женщин свободных. А мужчин не хватает. Так она может так просидеть, извините, и до пенсии? И прождать? И что? Хорошо. Давайте сравним. Женщину, которая не вышла замуж. И сравним женщину, которую бросил мужчину. Кто более счастлив? Ну, наверное, та, которую не встретила. Вот. Речь-то идет о том, как сделать женщину счастливой. Я знаю женщин, которые в 40 лет женили, замуж вышли первый раз. Поэтому нужно искать рыцаря. Женщина, который вам служит, который вас любит, который вам восхищается, который за вас готов в огоне в воду, который щедрый. Вот тогда да. Тогда это вот настоящий мужчина. Потом. Быть замужем гораздо сложнее, чем быть женатым. Потому что подвиг женщины, он гораздо больше, чем мужчина. Женщина, у нее гораздо более самоотверженно. Она и рожает из себя. Она и вынашивает. Она и кормит собой. Она и все время отдает детям. У нее гораздо больше нервная нагрузка. И тем не менее, глава семьи мужчина. Ну, потому что он по психофизическим свойствам так создан Богом. Но даже если он не соответствует этому образу, жена должна в семье, если она хочет воспитать правильно своих сыновей, она должна правильно играть свою женскую роль. Ну, а что делать, если, например, в семье муж стал алкоголиком? Вот пришла беда, отворяй ворота. Либо какая-то другая форма зависимости. Потому что жизнь, она сложная. Она ставит перед нами какие-то сложные задачи. Что тогда делать женщине? Он глава ее семьи. Каким образом женщина должна бороться за свою семью, за своего мужа? Нет, опять бороться. Не надо вообще ни за что бороться. Дело в том, что если заболевание человека несовместимо с семейной жизнью... Алкоголизм совместим с семейной жизнью? Смотря какая стадия. Третье несовместимо. Но некоторые женщины дают на подвиг и терпят. А у нас вообще русские женщины потрясающие. Муж бил, пил, бросил. Ушел к другой. Потом стал инвалидом. Она его выгнала. Он пришел к первой, и она его взяла. И он ничего... Ни денег с него, ничего. И вот она его все... Представляете, какие русские женщины. Ну, а как же тогда, что только за грех прелюбодеяния разрешается расторгать брак? Нет. Если тяжелый алкоголизм разрешается. Если человек перед браком утаил какое-то серьезное заболевание. Например, шизофрению. Не сказал. То есть тогда имеется право расторгать брак. А наркомания. Муж стал наркоманом. Да. Или стал педерастом. Потому что серьезное заболевание, очень модное сейчас. Понятно, что это несовместимо с воспитанием детей. Она должна срочно с ним расторгать. Мне однажды одна женщина пришла и говорит, вы знаете, мой муж, он заболел. Его что такое? Ну, я его застал однажды. Он оделся в мое белье, накрасил губы. И там... Это совсем не смешно. Ну, пришлось развестись, потому что он стал в это все вовлекать своих детей. Ну, а кого мы хотим вырастить? Если мы хотим вырастить из маленьких педерастов больших, это одна задача. Если мы хотим вырастить благородных мужчин, это другая задача. У меня только создается семья, но и достаточно много проблем. Но столкнулся я с чем? Это ревность, которая возникает. С человеком я познакомился полгода назад. Такие проблемы сейчас девушек интересуют как денежная. И вот это вот и упирается в основном в это. Может быть, вы мне что-то посоветуете? Или не знаю даже, как это. Девушек на земле чуть больше, чем 4 миллиарда. Поэтому каких девушек вы имеете в виду? 4 миллиардов, я думаю, можно найти девушку, которая, так сказать, вам подойдет. А вот сам вопрос, в чем конкретно. Как почувствовать, это твоя девушка? И ты создашь ли ты семью с ней? Или это вроде как вот пообщались, поговорили, пожили и расстались? Ну, насчет пожили, это совершенно исключено. Потому что если таким образом подходить к делу, придется пожить с 50. После этого, такого опыта, уже семью не создашь. Очень многие мужчины несчастны, потому что они пожили. Они с этой пожили, с этой, потом 7 браков, и опять не так. Почему? Слишком легко к этому относятся. Если мужчина молодой тащит в постель женщину, это что значит? Он, значит, ее ставят на уровень уже женщин, которая стоит 100 долларов. Но только бесплатно. Спрашивают, с какой стать? Значит, он к ней так относится. А попробуй мне это не подошло. Следующую. Что-то, знаете, не то. Опять. И так далее. Понимаете? Вот. Поэтому избранницу нужно избирать навсегда. Но для этого нужно ее изучить. Не спеша. Для этого отвести год. Еще лучше два. Вот. И как изучать? Ну, конечно, изучать сначала ее маму. Потому что через 20 лет она будет очень на нее похожа. Поэтому, если мама вас устраивает, то это уже, если мама – это ужас что? То, знаете, что, скорее всего, не всегда, не 100%, а будет на нее похожа. Что разрушает брак? Эгоизм. Любовь к внешнему больше, чем к мужу. Потому что главное для жены – это вот доубояться мужа. То есть, что это значит? Это страх его как-то обидеть, огорчить. Поэтому, если девушка с первого дня знакомого начинает тянуть какой-то отдел на себя, что-то все требует, значит, просто это избалованный человек. Это будет не брак, а каторга. Бывают такие ситуации. Когда ты ее так любишь, что готов, ну, просто вот скажет, прыгай с балкона вниз головой. Хорошо, мило. Вот тогда можно ради любви все претерпеть. Ее капризы, ее ужасный характер, ее уже приобретенные вредные привычки. Уже просто ей как бы служить, как рыцарь. Вот она, она вот у меня такая. Я ее люблю, никакое мне другую не надо. Если так, то тогда все равно семья будет хорошая. Но тут еще нужно ее обязательно опробовать. А как она с детьми? Потому что мужчина обычно хочет, чтобы любимая женщина уродила детей. Создать такие ситуации, где вы увидели, как она на них реагирует. Даже можно сходить к ней домой и посмотреть. Если у нее есть там три братика и две сестрички, то она все умеет делать. Это будет вообще в многодетных семьях, старшие девочки, они все умеют. Вообще блестяще. Но так выбирать жену только, ну, по внешней красоте, это значит выбирать жену на три месяца. С лица воду не пить. Старинная русская пословица. Поэтому нужно выбирать такую невесту, которая по душе. Если она умная, то она все равно от вас всего добьется. Вот. Но это сделает так ласково, что вы не заметите, и вам будет в радость к ее ногам кидать шубы, бриллианты, автомобили, дома. В радость, понимаете. Вот вы кинули к ногам ее две шубы, она улыбнулась, и вы две недели счастливы. Понимаете? Вот. Вот у апостола Павла в послании к Коринфянам есть, его даже так именуют богослов, гимн любви. И среди этих слов есть «любовь не ищет своего». То есть любовь, она никак не направлена на себя. Сейчас существует такое идиотское присловие. Ты сначала полюби себя, а потом увидишь, как любить других. Это совсем другая любовь. Любовь себя – это эгоизм. Это чувство противоположной любви. Начинать о любви к себе, потом перенести это на кого-то другого – это невозможно. Это этим же и кончится. А еще кончится, что все отвернутся. Потому что, ну, вы сами знаете, возраст человек эгоист, они очень противны. С ним даже не хочется дело иметь. Что это у нас называется у советских людей «в одни ворота». Моментально все это все понимают. Только «дай, дай, дай». Поэтому главное – любить. А любить – это всегда не ищешь ни своей пользы, своего комфорта, а ее пользы, ее комфорта нашим детям. Живу не для себя, а для них. Если научимся жить не для себя, над некоторой мамочкой, поживите для себя. Чудовище растишь, мамаша, чудовище. Надо воспитывать так. Вот когда пятеро, ты старшая, ты должна для младшего. Он тебя колотит, ты его не обижай. Он маленький, он не понимает. Терпение, смирение, воспитание, любовь. И она вырастает в мамочку. 15 лет ходит замуж, вот давай. Все умеет делать. Все в 16 родила и пошла рожать, сколько Бог даст. Вот, а потом. Вот если женщина, ну, как-то вот хочется ей иметь все-таки детей. У нас в стране на всех женщин детей хватит. У нас их миллион. Никому не нужных. Поэтому можно взять этих детей и сделать их счастливыми. У меня одна есть прихожаночка, Ниночка. У нее три девочки. Она взяла. Воспитала своих. У нее, по-моему, двое детей взрослых. Вот. И еще три девочки. Она их любит, без памяти воспитывает. Там вся опека удивляется, как вот она, женщина, уже не юная. Вот. Ей уже, ну, около 60. И она сделала их счастливыми. Поэтому не надо это соревнование устроить. Кто быстрее забеременнее? Ну, что это за идиотизм такой? Причем обрекать на несчастье и будущего парня. Потому что ему трудно будет с семьей потом. Трудно будет с тещей. Он все это бедненький. И жена будет пилить. Ну, когда же ты это прям... Я не знаю. Ноги от тебя вытирать. Всем-то женщин-то хочется мужчину, а не ребеночка с усами. Понимаете? Ну, хочется-то своего испытать вот это материнство. У меня 50 детей. Они мне все свои. Понимаете? Все сироты. Все мне свои. Я каждого знаю. Знаю его судьбу. Знаю его успехи в школе. Сам вникаю в жизнь каждого. Сам с ним беседы провожу. Сам в церкви их исповедую. Сам их причащаю. Сам думаю, куда, кого и так далее. Потом определить. Если папа бросает сына, у сына горе. И он это горе не может избыть в течение всей жизни. Другая ситуация. Мальчик – сирота. И вдруг обрел маму. Он счастливейший человек на земле. Если мы усыновляем сироту, счастье в мире прибавляется. А если мы выходим замуж, который потом нас бросит, мы увеличим несчастье. Вот в чем дело-то. Я вот знаю одну женщину. Она не вышла замуж. И вот она в детский дом пошла трудиться. И там у нее много детей. И они все родные. По 12 часов в день работы, ты ее оттуда не оттащишь. Она вся им. И половина уже говорит. А давайте вы будете наша мама. Мы будем вас мамочка звать. А другой говорит. А давайте мы вас вот здесь, когда мы к вам домой приходим, мы будем звать вас мамочка. А уже там будем звать по имени отчества. И вот что значит. Счастливый человек. Почему еще очень часто у нас так получается, что женщина живет по христианским заповедям, сохраняя смирение, верность мужчине. И он эту ее веру, как бывает такое, воспринимает как должное. Да, его все устраивает. Да, вот она такая замечательная. Но как только начинаются требования, ровно такие же... Но все идет наша самая большая беда в однодетности. Вот это корень зла. Я говорю, правильное воспитание мужчины, женщины, оно идет от пяти детей дальше. Понимаете? Вот если бы я был президентом, конечно, ни за какие деньги я не соглашусь. Но я бы именно вот это стимулировал. Тогда народ станет счастливым. И все устремятся к счастью. Но некому дать пример. Даже у самого президента двое. Возьми из детского дома еще трое, пятеро. Покажи пример. Губернаторы потянутся. А то один Паша Бородин только взял, там, сколько, пять или семь детей усыновил. Все взять, разобрать детей. Все бы сказали, вот это пример. То денег-то у них полно. Ну что, не могут воспитать как родных, что ли? У нас есть сюжет. Давайте посмотрим, что говорят люди на улице. У каждого свой рецепт, как воспитать своего ребенка. Николай Александрович Иванов – ветеран Великой Отечественной войны. Имеет правительственные награды и даже две бронзовые медали за изобретение. Он считает, что главное для родителей – подать правильный пример. Начинается с родителей. Потому что если родители не обращают внимание, и пройдет какое-то время, потом очень трудно, очень трудно как-то его направить, понимаете? Сейчас через неделю сын с армии приходит. Я ему с детства умышал, что в армию надо идти, что он мужик, что... Мужчинам, в принципе, обязан служить в армию. Это чисто вот это мои годы, когда я в армию сам служил. Нас перебаракивали. Мы все пятеро ходили в армию. Если кто-то в наше время в армию не ходил, это значит считалось позором. А сейчас наоборот. В семье должен царить особый дух. Дух любви и понимания. И если родители воспитывают ребенка в дружной атмосфере, у малыша будет четкое представление о том, как должны складываться отношения в семейном очаге. По поводу с папой и с мамой, чтобы она видела, что есть близость, есть любовь папа и мама друг к другу. Это тоже очень управляется. Вот, допустим, у меня дочь старшая, они не стесняются. Если там папа придет с работы или мама, они обнимаются, они целуются. Они говорят добрые слова друг к другу. И при этом присутствует ребенок. Это очень важно. Воспитывать. Ну, наверное, на равных и как друга. Пока маленький, не сисюкая, пока большой, не задавливая родительским авторитетом. Главное, я считаю, это семейный дух, семейная атмосфера. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что в любой момент, в любой, там, и хороший, и не очень, что его семья всегда поддержит. Вот такое мнение мы получили. Давайте послушаем, что говорят у нас люди в зале. Можно вопрос задать? Отец Дмитрий, ну, все это, конечно, да, понятно. Но жизнь не выбирают, родители не выбирают, где ребенок рождается, в каких условиях воспитывается, это понятно. Но, коль так случилось, на ваш взгляд, скажите, пожалуйста, способен ли человек в течение жизни меняться? Нет, он меняется, но не принципиально. Основное закладывается в период от года до четырех. Вот это основное. Это вот тот, какой человек будет. Это очень важно. Поэтому очень важно, как прошло детство. Даже, я бы, очень важен период от рождения до года. Важнейший период. Вот, и вот первые четыре года, как к Макаренко пришли родители, говорит, у нас родился ребенок, сколько ему? Он говорит, 8 месяцев. Ну, вы, говорит, на 8 месяцев опоздали уже с воспитанием. Воспитывать своего ребенка надо до того, как ты вышла замуж. Потому что, когда ты выбираешь мужа, ты должна думать о детях. Почему? Ну, потому что муж может стать инвалидом, может уйти к другой. А дети-то с тобой останутся. И ты будешь с ними мучиться, потому что они похожи на него. Большинство браков именно и доходит до регистрации брака, именно потому, что женщина беременна. И отдать должное мужчинам, которые, может быть, решили бы вопрос этой женщины иначе. То есть, зачем на ней жениться? Ну, вот, наверное, из-за ребенка и женятся. И не бросают. Понимаете, какое дело? Вот это большие проблемы. Но люди создают их себе сами. Есть заповедь, которая дана человечеству 3,5 тысячи лет тому назад. Не прелюбодействуй. Если он тебе не сделал предложение, с какой стати с ним укладываться в кровать? Если вы, женщины все, ну или хотя бы русские, вернулись на 65 лет тому назад, когда гитлеровские войска, с ними шли и офицеры-врачи, обследовали русских девиц. И сказали, что этот народ непобедим, потому что все незамужние и все девственницы. Женщине они себя очень высоко ставили. Мужчина делал предложение. Женщина его рассматривала с разных сторон, советовала с родителями. А потом, и потом, женщина никогда бы не была в кровать с мужчиной, который женат. Все это выяснялось. И не было бы ни измен, не было ни разводов, если бы женщины договорились, не было брошенных детей, не было вот это две работы и шачу, а дома ребенок беспредозорный. Ничего бы этого не было. Еще древние отцы церкви в 8 веке говорили, если женщина потеряет стыд, то никто не спасется. А современная женщина, он готова до гола раздеваться, что-то себя размалевывать, не знаем, что творится. Бабушки ходят с голыми ногами чуть не до трусов. И это все преподносится как нечто вообще приятное. Ну и во что мы превратили свою жизнь? Во что? В несчастье. 40 миллионов женщин, незамужних. А кто виноват? Виноват слишком легкодоступные женщины. А еще вот как полагаться женщине на мужчину? Ну вот предположим, такая история из жизни, она совершенно известная. Вот постречались люди, поженились вместе, какие-то заработали первые деньги, прожили жизнь достаточную, появились дети. А потом вот так вот, вот случилось. Вот мужчина увлекся другой женщиной. Таких случаев полно. И поменял ее 40 на 2 по 20. И что вот женщине с этим делать? Он глава ее семьи и всегда таким был. Она христианка. Она ходила, молилась в церковь. Может быть слабо, может быть не углядела. Но это жизненная ситуация. Вот что ей делать с этой бедой? В разных случаях по-разному. Вот и когда ко мне с чем-то подобным приходит женщина, я говорю, так, милая, какую ставим задачу? Она говорит, хочу вернуть. Я тогда ей говорю, что надо делать. Если она строго выполняет, что я говорю, он возвращается. Ну иногда человек ставит себе задачу, а потом говорит, вот не могу. Не может, не надо. Это полюбедение, достаточно основания для того, чтобы брак-то уже кончился, все. Если она молода, пусть второй раз замуж выходит. А если она берет на себя ответственность и пытается сохранить эти отношения? Как вы считаете, есть у таких отношений перспектива выстроиться в нормальную семью? Они могут вернуться в нормальный рост? Это же прельбодеяние. Это же преступление перед Богом. Жизнь столь многообразна, что в нашей жизни бывает все. Перед вами есть человек, которого удивить вообще ничем нельзя. Я все видел и все слышал. Поэтому бывают самые фантастические ситуации. Но существуют некоторые закономерности. Ну вот ко мне пришел парень и говорит, я хочу поступать в театральное училище. Как вы благословите? Я говорю, ты знаешь, вот если ты был мой сын, я бы категорически был против. Потому что я знаю людей из этого мира. Потому что хуже этого мира нет ничего на свете. Мир так называемого сценического искусства. Но есть прекрасные образцы благородных верующих людей. Вот Ермолова известная такая глубоко верующая человек, что можно сохранить. Если ты чувствуешь все достаточные силы в чистом пройти через этот мир. Потому что там же, если артист верен своей жене, то все хихикают у телеэкрана. А вот расскажите, как это вам удалось 40 лет прожить с одной женой хихихи. Потому что все по 16 раз и этим гордятся. Есть такое, когда ты встречаешься, по началу создания семьи. И бывает такое время, когда хочется побыть одному. Что в этих случаях делать? То есть давать друг другу побыть одному и просто не мешать. Обязайтесь ненадолго. У каждого человека обязательно должно быть время, когда он может побыть один. Потому что, хотя человек, это еще древний греческий философ, знаменитый человек, животное общественное, то человек в этом нуждается. Поэтому правильно устроено жилье, когда у каждого члена семьи есть своя комната. Ну, должна быть и общая, где они собираются, так общаются и так далее. Это обязательно. Но идеально, когда еще у каждого есть место, где он может уединиться. Туда входит только постук. Не так. Вот. Это очень важно. Потому что человеку, ему надо и подумать, иногда и вздремнуть, иногда что-то почитать, иногда всплакнуть. И вот это очень тоже важно. И особенно в период, когда люди жених и невеста. У вас нет никаких обязанностей. Вы совершенно честно приглядываясь друг к другу. Вот раньше был такой порядок, что молодой человек, если он не собирался жениться, он даже никогда не входил в дом этой девушки, чтобы не бросить тень. А потом смотришь, что за семья, нет ли в роду пьяниц, и что у них за дети, не уроды ли, что у них за хозяйство. А потом уже сватались. Вот. Все это очень, это серьезнейшее было дело вообще. И семьи жениха, и семьи невесты. Ну, поправилось очень хорошо, но это еще ничего не значит. Потому что мы собираемся жить всю жизнь. Поэтому, чем лучше вы изучите. И вот вы и все изучили. Все нормально, подходит. Надо всегда помнить, что девушка – это одно существо. А замужняя женщина – это совсем другое. Даже на гормональном уровне. Поэтому невесту мы выбираем, нужно, ну, вот как живопись гуашью. Ты кладешь один цвет, а когда гуашь высыхает, она другой. Это так и здесь. Какие-то основные линии, они будут те, которых вы предполагаете. Но через пять лет это будет совсем другое существо. А когда у нее будут дети, она будет мать, это будет совершенно третье. Потому что, может быть, она меньше будет вам внимания уделять. Может, она вообще на год вас забудет. Она вся погрузится туда. Вот. Тут не надо на это обижаться. Вот. А наоборот, участвовать. И через ребенка как-то опять вновь входить в ее жизнь. Опять сближаться на новом уровне. Вы теперь уже не жених и не муж, а вы отец. А вот вопрос о хранении семьи. Вот посмотрите, откроешь любой интернет-издание. Откроешь любой глянцевый журнал. Огромное количество советов, как сохранить семью. Но все они адресованы женщинам. Откроешь какие-то мужские журналы. Там речь совершенно о другом. Скорее, как подцепить какую-то новую девушку, но совершенно не о сохранении семьи. Муж всему глава. А сохранять, получается, семью должна женщина? Или это извращение нашего общества? У нас в газете «Московская комсомольница» печатают рекламу проституток. Это зависит от того, чего вы читаете. Глянцевый журнал, он вполне определенную публику рассчитывает. Хорошо. Им-то семья ни к чему. У них даже понятия нет о семье. Хорошо. А к вам приходят чаще всего за сохранением семьи, за советом. Женщины или мужчины? Вообще в церкви больше женщин. Ну, так вот я же об этом. Это причем с первого века. Со времен Христа. Женщины, опять же, современная женщина, она более ответственна. Она хочет семью. А современный мужчина, как правило, он из семьи безотцовщина. Понимаете? Поэтому понятно, что... Но приходят и мужчины. И приходят мужчины, и плачут. И хотят сохранить семью. И очень большие трагедии. Такое тоже есть. Просто женщин, конечно, много чаще. И все-таки главой семьи остается мужчина, а сохранение... Что значит остается? Это как у них сложится. Понимаете? Как сложится. Если... Вот у меня есть одна семья. Очень хорошая пара. Не буду называть ротик деятельности. А то сразу все вычислят. Вот. Ну, в приход тесная семья. Вот. Ну, она вот как-то... Ну, все время жалуется на то, что он все-таки вот... Ну, не мужчина. Я говорю, ну, ты пойми, вот. Он пьет? Нет. Курит? Нет. Любит тебя? Любит. И я говорю, ну, вот, зарабатывают деньги? Ну, зарабатывают. Изменять тебе нет. Ну, где ты сейчас найдешь лучше. При твоей красоте, уме, таланте. Ну, не найдешь. Поэтому раз ты его выбрал, твой выбор – это тоже ответственность. А потом он может вырасти. Я когда женился, жена, вернее, невеста, она с большим сомнением за меня пошла замуж. Потому что, говорит, ну, что тебе, 19 лет, какой ты муж. А потом я вырос. И стало все хорошо. Мужчина вообще, череп развивается до 40-45 лет. Представляете? То есть пол жизни мужчина, он еще растет. Поэтому всегда есть надежда, что он дорастет до мужа настоящего. А вот воспитать будущего главу семьи, кроме полноценной семьи, где есть и папа, и мама. Какие еще особенности, может быть, советы вы дадите семьям? Ну, советы так абстрактно трудно дать. Нужно очень всегда конкретно. Потому что то, что годится для одной семьи, для одного человека, совсем не годится для другого. Это как лечить. Как бы нельзя по телевизору всех. Нужен только индивидуальный подход. Большинство людей приходят в церковь самостоятельно, уже из разрушенных семей. А таких семей христианских, которые с детства вот в этом выросли, их не так много. Для человека счастье возможно только в семье. И задача церкви в силу того, что никто у нас в стране не имеет никакого понятия о семье. Семью даже так называют институтом. Как будто это прокуратура. Это смешно. Какая же это прокуратура, когда семья – это живой организм. Даже вот внешний вид. Женщина вот такая, мужчина вот такой, дети – они вот такие. Причем дети в разные периоды своей жизни, они разные. Сама семья современная, она не может воспроизвести самое себя. Нужен учитель. Главный учитель и главный предмет в школе – это должна быть предмет семья. Учить семье люди, конечно, которые имеют об этом понятие. Ну да, сами. А вот это понятие есть только у церкви. Тогда будет поддерживаться та семья в том этносе, в народе, как это и принято. Я, например, берусь убедить любого человека абсолютно. Ну, кроме заранее ангажированного, который будет деньги получать за то, что будет со мной спорить. В том, что если он хочет быть счастливым и сделать своими счастливыми детьми, он должен только построить свою собственную семью. Спасибо за ваши слова. Спасибо за ваши ответы. Спасибо. Семья изначально должна олицетворять единство. И в первую очередь единство мужа и жены. Вопрос главенства, несомненно, важный. И хорошо, когда все стоит на своих местах. Муж – глава, а жена при нем, под его защитой, рядом с его сильным плечом. Но если это не так, не надо роптать на свою судьбу. Муж всегда остается самым близким для нас человеком. Нашей второй половиной. Спасибо, что вы были с нами. Сегодня в студии был протерей Дмитрий Смирнов. Спасибо, отец Дмитрий. Пожалуйста. А также гости нашей студии и я, ведущая Татьяна Кашина. Берегите свои семьи. Субтитры подогнал «Симон»!